Несмотря на узкую направленность и религиозную тематику, эта экспозиция будет интересна не только верующим, ведь кадры, собранные здесь, страницы нашей истории, хранимые с душой и трепетом. Это не полная коллекция, далеко не все, конечно, представлены, но у нас и нет задачи сейчас сразу и обо всем рассказать и показать все фотографии. Почему? Потому что каждая из этих фотографий требует к себе отдельного подхода, она требует своего времени, она требует для того, чтобы смотреться, влиться в жизнеописание. На этих фотографиях мы видим и священников, и мирян, и супруг тех священнослужителей, которые прошли через годы гонений. Вглядываясь в эти портреты, мы многому учимся у них. История нашего Отечества тесно связана с историей Русской Православной Церкви, в частности Рязанской епархии. На этих снимках один из самых трагических периодов нашей страны. Но эти подлинные фотографии и другие документы показывают силу духа людей. Выставку открывает портрет царя-мученика Николая II. Этот портрет был найден в одном селе Шиловского района. Он был спрятан в сухом месте, и вот столько лет он хранился. И уже, ну, видно, кто-то из предков этих хозяев спрятал свое время, потому что мы знаем о том, что портреты царственных особ хранить было опасно. За это могли судить. И, конечно же, они в большинстве в своем случае были уничтожаемы. Со старинных фотокарточек на нас смотрят епископы, простые монахи, священники с семьями, молодые и убеленные сединами. Кто-то из них известен всему миру, а кто-то нес свой подвиг в небольшом селе. Кто-то известен богословскими трудами, а кто-то имел всего лишь начальное образование. Все эти люди объединены тем, что им выпали большие испытания. На многих фотографиях стоит пометка «Расстрелян». Некоторые из этих людей вошли в собор новомучеников и исповедников российских. Большую часть экспозиции занимают фотографии исповедников, которые несли свое служение на земле Рязанской. Уникальные экспонаты для выставки предоставил историко-архивный отдел Рязанской митрополии, которому в этом году исполнилось 20 лет. Все фотографии в разное время передавались родственниками и знакомыми. Некоторые были найдены среди других документов и книг. Нам важно всем сделать правильные выводы из того, что произошло 100 лет назад и позже. Сделать выводы из той истории, принять уроки истории. Сделать правильное предпочтение на будущее нашей судьбы и наших действий. Так вот, важно взглянуть на то, почему произошли те самые страшные события. Первая фотография епископа Дмитрия Спировского после его назначения на Рязанскую кафедру в 1911 году. А это его старший или на церковном языке векарный помощник епископ Михайловский Амвросий Смирнов. Вот они вместе с представителями общества хоругвеносцев Архангельского собора Рязанского Кремля, а над ними возвышается искуснейшая хоругвь со святителем Василием, покровителем Рязани согласно церковному учению. Последним векарным, Михайловским епископом был Глеб Покровский, который, как и епископ Амвросий, принял мученическую кончину в лагере в 1937 году. Многие фотографии делались не просто для дела, чтобы на память оставить о том, какой был человек. Нет, это были расстрельные дела, и специальные фотографии буквально накануне расстрела, чтобы сверить того ли человека, убрали, который не нужен им. И потом прикрепляли в дело, и было написано, приговор приведен в исполнение. Экспозиция открывает масштабный цикл выставок «Русская православная церковь» с середины XIX до середины XX веков в подлинных фотографиях. Всего до середины июня предполагается представить три проекта, в которые, помимо новомучеников и исповедников, войдут фотографии святителей, подвижников, благочестия, блаженных, юродивых. В отдельную тему выделено монашеское служение. Увидеть экспозицию, которая открылась 4 февраля в Рязанской епархиальной библиотеке, приглашают всех желающих. Будут плановые экскурсии. Они назначены на 10, 24, 28 февраля, а также 14 и 17 марта. Для участия нужно предварительно записаться. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».